Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписаны, советуем подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на машины. Причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре мы поговорим про довольно редкий и необычный автомобиль. Необычный, прежде всего, своим внешним видом, но никак не наполнением. В случае, если вы рассматриваете для покупки кроссовер и конкретно ищете Mitsubishi Outlander XL второго поколения, но уже отчаялись найти достойный экземпляр, либо стоимость этих автомобилей неприятно шокирует, мы подобрали для вас машину, на которую вы, возможно, захотите обратить внимание после просмотра этого видео. Встречайте героя нашего сегодняшнего обзора – Jeep Liberty, он же Jeep Patriot в кузове МК-74. Jeep Liberty в кузове МК-74 появился в 2006 году, и на российском рынке эта модель присутствовала до 2011. У себя на родине машина прожила намного более продолжительную конвейерную жизнь. Последние экземпляры подобного автомобиля сняли с производства в 2016 году. Причем, самое интересное – Liberty – это в данном случае псевдоним. Название Patriot – настоящее имя данного автомобиля вот именно в таком кузове на российском рынке компания Chrysler использовать не могла, поскольку название Patriot уже было занято УАЗом. Именно поэтому европейская спецификация Patriot поставлялась на российский рынок под чужим именем. А вообще Jeep Liberty – это совершенно другая машина. Данная модель продавалась на российском рынке официально и имела одну единственную фиксированную комплектацию – Limited. Здесь был мотор 2,4 литра на 170 л.с., вариаторная коробка передач и только полный привод. Наш сегодняшний экземпляр как раз такой – это 2007 год с пробегом 205 тысяч километров. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество окрасочного покрытия, а также про наболевшее, про ржавчину. Что касается толщины окраса, то Jeep Liberty, давайте будем называть его так для простоты восприятия, окрашен довольно толсто, толще, чем многие корейские или японские модели. Средний разброс показаний толщиномера по кузову такого автомобиля может лежать в диапазоне от 100 до 180-170 микрон. Так что при осмотре подобной машины уделяйте внимание равномерности показаний по всем элементам автомобиля. Скажем, если при пробивке толщиномером кузов машины демонстрирует примерно одинаковые цифры в районе, скажем, 170-190 с минимальным разбросом и таковой он на всех элементах, то, скорее всего, вы имеете дело все же с заводским окрасом. А вот в том, что касается толщины кузовного металла, Jeep Liberty стоит особнячком среди многих современных, как это сейчас принято выражаться, картонных автомобилей. Многие владельцы, которым довелось в свое время проверить подобную машину в реальной контактной борьбе, отмечают, что в случае незначительных ДТП урон, наносимый кузову Jeep Liberty другим автомобилям, получается, по сути дела, минимальный. Здесь крепкое не только кузовное железо, но и сами бампера, что также позволяет вам использовать этот кроссовер и вне дороги, например, для выездов за грибами, без каких-то особых боязней повредить хрупкую пластмассу. Пожалуй, единственная претензия по кузову к данному автомобилю со стороны владельцев относится к лобовому стеклу. Угол наклона стекла здесь такой, что поймать сколы или даже серьезную трещину от камня при езде по трассе – плевое дело. Так что, если при осмотре Jeep Liberty вы обнаружили, что лобовое стекло уже установлено не оригинальное, не пугайтесь. Скорее всего, поменяли его именно по причине скола либо большой трещины. В начале видео мы не зря упомянули Mitsubishi Outlander XL. Дело в том, что именно его платформу инженеры компании Chrysler использовали при создании своего паркетника. Однако это коснулось в основном линейки агрегатов, и то не на все 100%. А вот по части кузова Jeep Liberty или Jeep Patriot исходное название довольно-таки самобытен, не только во внешнем виде. Первое отличие от Mitsubishi Outlander XL вы обнаружите, заглянув внутрь багажника. Дело в том, что по сравнению с Outlander пространство в Liberty явно поменьше. Здесь высокий пол. Дело в том, что запасное колесо, полноразмерное, кстати, здесь находится внутри салона, а не как в Outlander подвешено снизу. Соответственно, именно оно и скрадывает львиную долю пространства. Не добавляют простора багажному отделению и достаточно объемные ниши справа и слева. Причем вправо в данном случае прячется сабвуфер, который в комплектации лимиты для российского рынка устанавливался по умолчанию. Музыкальную тему продолжают также два дополнительных динамика, вмонтированные в крышку багажника. Видимо, по задумке конструкторов, если вы выехали отдохнуть, подобная колонка будет вам в самый раз. Ну а если в конкретной ситуации объема багажника при поднятых спинках задних сидений окажется мало, спинки можно сложить. В данном случае они образуют одну ровную поверхность с высоким полом багажника. И хотя Jeep Liberty при этом не превращается в подобие грузового фургона, но более или менее габаритный груз в разумных пределах, наподобие холодильника, он увести в состоянии. Что касается салона Jeep Liberty в целом, то первое, на что обращаешь внимание, попадая в этот автомобиль, это, скажем так, простоту материалов отделки салона. В этом плане данная машина вполне себе напоминает дорестайлинговый, именно дорестайлинговый Mitsubishi Outlander XL, где пластик панелей особой мягкостью похвастаться также не мог. Но пенять на это было бы странно, учитывая, что изначально данный автомобиль у себя на родине позиционировался как автомобиль бюджетного класса. Однако, несмотря на это, руль здесь с кожаной отделкой, причем довольно удобной и хватки. Что касается посадки водителя, в целом диапазона регулировок сидения здесь достаточно, чтобы человек ростом 1,86 м, как я, например, устроился за рулем удобно. Поможет вам в этом и наличие регулировки рулевой колонки по наклону. По вылету она, к сожалению, здесь не регулируется. Что касается салона по части оснащения дополнительными опциями, то здесь у нас есть полный электропакет, электрорегулировка боковых зеркал, присутствует круиз-контроль, обычный кондиционер, к сожалению, не автоматический климат, есть система стабилизации ESP и подогрева передних сидений на два положения. Что касается удобств в виде бардачков и подстаканников, есть, естественно, штатный перчаточный ящик, который достаточно узкий, но при этом плюс-минус вместительный, то есть лист формата А4 по ширине сюда войдет, сложенный вдвое. Есть подстаканники для водителя и переднего пассажира в количестве две штуки в центральном тоннеле внизу рядом со стояночным тормозом. И есть центральный подлокотник, правда, пользоваться им не очень удобно, чтобы этот бардачок открыть, приходится руку отводить очень сильно назад, однако тем из вас, кто ездил на ГАЗ-66, подобная схема не покажется чем-то из ряда вон выходящим. По пространству над головой на этом автомобиле все в целом в порядке, запас достаточный, ну а нависающая длинным-длинным козырьком перед вами крыша даже создает какое-то ощущение дополнительной защищенности вкупы с высокой линией остекления. Удобство в эксплуатации здесь добавляют и боковые зеркала. Они квадратной формы, очень большие, много что видно, хотя единственный момент, который можно было бы улучшить, это добавить сюда небольшое скругление, чтобы можно было также мониторить мертвые зоны. При этом зеркала в данном случае имеют подогревание. Если переднее сидение, при том, что не имеет явно выраженного профиля, а при этом все-таки достаточно жесткое, если не сказать упругое, то задний диван этого автомобиля обращает на себя внимание прежде всего своей мягкостью. И это действительно очень мягкий диван по сравнению с Outlander. Это просто домашнее кресло. В Outlander XL заднее сидение намного жестче. Что касается места, то несмотря на отсутствие каких-либо глобальных запасов по длине, салон спроектирован так, с учетом глубины пола и возможности поставить ступни под кресло водителя, то, что в целом при росте 1,86 м здесь можно разместиться довольно удобно. При этом спинку заднего сидения вы можете регулировать по высоте. Правда, диапазон этой саморегулировки достаточно узкий и вряд ли вот в таком вертикальном положении вы сможете проехать сколь-нибудь долго. Но, тем не менее, возможность такая есть, хотя и номинально. К услугам задних пассажиров здесь также два подстаканника, которые произрастают из центральной консоли на полу, в том месте, где должен, по идее, находиться третий задний пассажир. Однако, с учетом ширины заднего дивана, третий взрослый пассажир тут в любом случае лишний. Ну, а если третьего пассажира вы сюда все-таки посадите, то вряд ли ему будет удобно. Ноги посредине поставить никак не получится, то есть придется постоянно ехать с раздвинутыми ногами, поскольку будет мешать подлокотник и сам выпирающий назад центральный бокс. Так что пространство для ног придется в буквальном смысле отвоевывать слева и справа от себя. Единственной силовой установкой Jeep Liberty на российском рынке являлся крайслеровский мотор, который носит маркировку ED3. Этот мотор выдавал 170 лошадиных сил и 220 ньютонов на метр. Объем двигателя 2,4 литра. По конфигурации алюминиевая рядная четверка с чугунными гильзами. Здесь два верхних распредвала, 16 клапанов, есть фазовращатели и на впуске и на выпуске, а также цепной привод ГРМ. Плюс все это дело приправлено впускным коллектором с переменной геометрией, то есть с заслонками внутри. Вообще, этот двигатель был в свое время разработан не самостоятельно компанией Chrysler, а, скажем так, по заказу. Альянса Chrysler, Hyundai, Kia и Mitsubishi. Этот двигатель создавался в рамках проекта World Engine. То есть принципы проектирования были одни, но затем каждый автопроизводитель потихоньку, что называется, доработал данную силовую установку под свои нужды. Причем сделал это с неодинаковым, скажем так, успехом в плане получившейся надежности агрегата. Если у Mitsubishi X4 B12 по части надежности вопросов как таковых-то особо и не было, то моторы от Hyundai и Kia с объемом 2,4 литра, которые встречаются, например, на таких моделях, как Hyundai Santa Fe или Kia Sorento, отметились целым рядом вопросов. В том числе, кстати говоря, и по поршневой группе. Касаемо как, собственно, случаев проворота вкладышей коленчатого вала, так и случаев появления задиров. Так вот, скажем сразу, что крайсеровское прочтение данной силовой установки ED3 каких-либо вопросов по поршневой группе и вопросов по задирам на стенках цилиндров не имеет вообще. По этой части к данному двигателю претензий нет. Само собой, как и на всех американцах, двигатель ED3 не имеет номера двигателя и в документах у всех подобных автомобилей будет указано, что номер двигателя отсутствует. А это значительно упрощает, в случае чего, процесс замены силовой установки на контрактный вариант. Кстати говоря, цепной привод ГРМ на этих двигателях способен отработать за 200 тысяч километров пробега при должном уходе. Ну а в случае, если мотор все же по пробегу подъехал к необходимости замены цепи ГРМ, то, знаете, вы можете значительно сэкономить, купив вместо оригинального дорогого крайсеровского комплекта такой же комплект ГРМ от Kia Hyundai, ну, либо от Mitsubishi. А вот с муфтами VVTi в данном случае подобный фокус уже не пройдет. И в случае, если муфты фазовращателей приедут на замену, искать вам придется уже либо бэушные оригинальные, либо заказывать новые крайсеровские изделия, что может стоить достаточно недешево. Поэтому при осмотре подобного экземпляра в бэу-виде обязательно обратите внимание на то, чтобы при диагностике сканером у вас не было никаких следов ошибок по рассогласованию распредвалов. Также на данных двигателях иногда подводит клапан вентиляции картерных газов. В этом случае, кстати говоря, вы обнаружите следы масла во впускном коллекторе, а именно в корпусе воздушного фильтра. Так что при осмотре подобного автомобиля отстегните защелки и гляньте, как себя чувствует этот фильтрующий элемент. Были прецеденты, когда владельцы подобных автомобилей сталкивались с необходимостью замены клапана вентиляции картерных газов к пробегу где-то около 80 тысяч километров. Ну а среди каких-то дополнительных проблем, которые могут возникать по данному двигателю, можно отметить на больших пробегах как склонность к протечке антифриза по тройнику по трубке системы охлаждения, который здесь пластиковый и со временем ресурс свой вырабатывает. Но в этом случае, кстати, многие меняют этот самый тройник, подбирая сюда, например, отечественный аналог, что оказывается весьма и весьма недорого. Встречаются также и вопросы по приводу заслонок впускного коллектора. В случае, если электромоторчик, который приводит их в движение, откажется работать, вы увидите соответствующую ошибку на сканере. Ну а если при осмотре подобного автомобиля вам показалось, что двигатель работает как-то громковато, то причин здесь может быть по большому счету две. Трещина в выпускном коллекторе между вторым и третьим цилиндром попадается изредка на данных агрегатах. Ну и второй момент, могла банально прогореть гофра приемной трубы, которую в этом случае, конечно, придется менять. Ну, либо ездить со спортивным рыком. Ну и последнее, что также периодически попадается на данных автомобилях, это проблемы с электронной дроссельной заслонкой, которые проявляются в том, что изнашиваются пластиковые шестеренки привода самой заслонки, после чего она прекращает работать. И, соответственно, двигатель у вас падает в аварийный режим, и машина, по большому счету, никуда особо не едет. В этом случае, скорее всего, саму дроссельную заслонку вам, конечно, придется менять. Причем, с большой долей вероятности, вы будете искать контрактный оригинал. Так что при осмотре понравившегося экземпляра Liberty, на всякий случай осведомитесь у предыдущего владельца, проходил ли он через замену подобных вещей и как давно. В остальном же каких-либо противопоказаний к покупке машины с подобным мотором нет. Естественно, на данных агрегатах может проявляться к большим пробегам масложор, но вызван он здесь не конструктивными недочетами, а скорее безалаберным отношением к эксплуатации самого двигателя. И, как правило, в данном случае мы имеем дело с залегшими поршневыми кольцами по причине общей загрязненности и закоксованности двигателя. А к этому приводит использование некондиционного моторного масла и очень длительные интервалы его замены. Кстати говоря, двигатель ED3 от Chrysler также не имеет гидрокомпенсаторов, как и 4B12 на Mitsubishi, поэтому регулировать клапанные зазоры в данном случае придется, в случае если они убежали подбором толкателей. Довольно хлопотно, но и процедура эта не особо частая, регламента на этот счет нет вообще никакого, но наступит подобная необходимость, скорее всего, никак не раньше, чем на 150-200 тысячах километрах пробега. С двигателем более или менее разобрались. Крайслеровское американское прочтение мотора 4B12 от Mitsubishi. С некоторыми отличиями, но при этом с некоторой долей и взаимозаменяемых запасных частей. В целом, надежная силовая установка без каких-либо сюрпризов по поршневой группе, что самое важное. Ну а теперь про коробку передач. Вот КПП на Jeep Liberty или Jeep Patriot, это плоть от плоти японская трансмиссия фирмы JATCO. Хорошо знакомый вариатор JF-011. Данная коробка ставилась во множество моделей, в том числе и Mitsubishi Outlander, Mitsubishi ASX, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail. Трансмиссию эту можно было найти и в американских Jeep Compass, например. Можно было обнаружить этот вариатор в автомобилях Renault, в частности в Kaleos, который представляет собой кальку X-Trail. В общем, данная КПП, как бы она ни называлась, а применительно к Chrysler, сама компания именовала ее CVT-2, ставилась очень много куда. Проблем с запасными частями нет, конструкция вдоль и поперек уже изучена, как и все ее проблемы, и коробка эта довольно легко диагностируется. Кстати говоря, надежность данного вариатора весьма неплохая. При условии, что вы будете вовремя менять здесь жидкость с двумя фильтрами тонкой и грубой очистки хотя бы раз в 40 тысяч километров пробега, данная трансмиссия, при условии, конечно, отсутствия запредельных нагрузок при эксплуатации автомобиля, будет способна пройти далеко за 200 тысяч. На нашей практике встречались Nissan X-Trail с двухсполовинчатым мотором с подобной коробкой, родной пробег которых превышал 270 тысяч километров. И тем не менее, коробка передач на покой еще близко не собиралась. Во всяком случае, показатели давления были в норме, и по шумности агрегата при работе тоже никаких вопросов не было. Собственно говоря, основные проблемы данной коробки проистекают как раз таки из длительных интервалов замены масла. Коробки эти боятся продуктов износа, в том числе и блокировки гидротрансформатора. Когда забивается, например, редукционный клапан на насосе, падает давление, все это дело тянет за собой уже всю остальную начинку, включая, например, и тот же самый ремень, который, кстати, при капиталке очень часто ставят усиленный. Само собой, разумеется, покупать такую машину лучше после диагностики сканером. Посмотрите параметры давления в КПП, чтобы они были в пределах нормы, а на ходу удостоверьтесь, что коробка не дергает, нет никаких рывков при разгоне в любых режимах, а также в том, что нет постороннего гула, поскольку именно гул подшипников вариатора очень часто приводил подобную трансмиссию в руки ремонтных мастерских. Что касается ходовой части Jeep Liberty, то здесь ходовка конструктивно классическая для данного класса компактных паркетников. Впереди у нас используется MacPherson, ну а сзади многорычажка. Сама подвеска получилась в меру сбалансированной. Машина не болтается по трассе, но при этом и не досаждает чрезмерной жесткостью при езде по не слишком ровным дорогам. В том, что касается каких-либо проблемных мест данной ходовой части, она практически полностью идентична таковым у Mitsubishi Outlander XL, поскольку по большой части подвеска Liberty это и есть подвеска того самого Outlander. Соответственно, при ремонте данной ходовой части вы можете не ограничивать себя поиском крайсеровских оригиналов, а использовать не то, что заменители от Mitsubishi, а даже и заменители заменителей. То есть, в принципе, подвеску на Liberty вы можете отремонтировать вполне себе бюджетно. А самое главное, данная ходовая часть не будет в новинку для сотрудников сервиса. Что касается рулевой рейки на этих автомобилях, рейка здесь гидравлическая. Соответственно, при осмотре автомобиля обращайте внимание на то, чтобы у вас не было течи рабочей жидкости ГУР по шлангам, по насосу самого гидроусилителя, а также обращайте внимание на то, чтобы по пыльникам рейки не было следов запотевания, либо подтеков. Хотя, каким-либо малым ресурсом рейка на данных автомобилях отметиться не успела. И на пробегах порядка 150-200 тысяч километров вполне себе работоспособна. Как уже было сказано, задняя подвеска автомобиля очень сильно напоминает Mitsubishi Outlander XL и в целом чинится с применением его же XL-вских запасных частей. Ну, а что касается полного привода, то схема здесь аналогична тому, что используется на Mitsubishi. В нашем случае вы можете выбирать один из трех режимов работы системы полного привода, который тут задействуется через муфту. Соответственно, можете оставить свой автомобиль как переднеприводным, так и оставить его в режиме авто, когда задняя ось будет подключаться в работу по требованию, помогая ведущим передним колесам. Ну, либо заблокировать муфту сразу. В этом случае вы начнете движение с распределением 50 на 50 между осями. Как водится, эта блокировка должна выключаться по достижении скорости в 40 километров в час и злоупотреблять автоматическим ее отключением по большому счету не следует. В целом, проходимость автомобиля Jeep Liberty следует признать достаточной для кроссовера. Высокий дорожный просвет и возможность блокировки муфты позволят вам совершенно точно не застрять в заснеженном дворе и даже кое-что показать вне дороги. Хотя в распаханное поле вслед за Pajero с портом на этом автомобиле мы бы все же соваться не рекомендовали. Ну, а теперь выводы. Что такое Jeep Liberty или Jeep Patriot на самом деле? Американское прочтение Mitsubishi Outlander только в оригинальной кузовной упаковке. По большому счету, если говорить про прочность кузова, вопросов к данному автомобилю нет. Естественно, возрастные экземпляры лучше осмотреть на подъемнике на предмет наличия коррозии днища. Однако, например, на нашей машине по этой части все в полном порядке и каких-либо очагов ржавчины снизу просто нет. Единственный возможный для России двигатель 2,4 литра не отличается какой-либо повышенной проблемностью. Во всяком случае, не по части поршневой группы, ну а вышедшую из строя дроссельную заслонку, раз за весь период владения можно, как говорится, и поменять. Не такая уж глобальная проблема. Ну а срок службы вариаторной коробки передач будет очень сильно зависеть от того, насколько вы ответственны как эксплуатант. Соответственно, меняйте масло раз в 40 тысяч километров, не забывайте при этом менять фильтра, и будет ваша трансмиссия жить долго и счастливо. Так что, если в целом по своим, например, габаритным размерам и пространству багажника и салона данный автомобиль у вас устроит, вы можете смело рассматривать подобную машину как альтернативу Outlander, если в вашем регионе появились сложности с поиском живых нормальных Mitsubishi. На сегодня это все. Если обзор был полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и указывайте в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. Кроме того, если у вас был или есть Jeep Liberty Patriot, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, обязательно укажите это в комментариях, поскольку людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч. Пока.